Лавр благородный. Народное название твоего растения лавровое дерево или бобковое дерево. Цветет с конца марта до конца мая. Плодоносит в октябре-ноябре. В диком виде встречается в Западном Закавказье. Также растет в субтропиках Западной Грузии и Абхазии в Нижнем лесном поясе. Основные плантации лавра сосредоточены в Грузии, а также кустовые плантации имеются в Крыму, в субтропиках Азербайджана и в Краснодарском крае. В качестве декоративного растения его выращивают в парках Черноморского побережья Кавказа и Крыма. Применяемая часть листья и плоды. Листья собирают зимой, реже весной, а плоды в октябре-ноябре. Химический состав. Листья лавра содержат эфирное масло. В состав масла входят цинеол, пинен, филандрен, терпинеол, гераниол, эвгенол, метилэвгенол, уксусные валерьяновые капроновые кислоты и их эфиры. В плодах находится жирное масло, содержащее триглицериды лауриновой кислоты, а также фитостерин, смолы, углевод лауран и эфирное масло. Каково же применение лавра? В народной медицине многих стран широко применяются жирное эфирное масло плодов лавра под названием бобковая мазь. Лавровое масло, а также измельченные листья со сливочным маслом, употребляют для втирания при ревматизме, параличах, простудных заболеваниях, чесотке, опухолях и как противосудорожные средства. Способ применения. Нужно взять 6 частей измельченного в порошок лаврового листа, 1 часть игл можжевельника и 12 частей свежего сливочного масла. Все это хорошо перемешать. Полученную лаврово-можжевеловую мазь употреблять для втирания, как обезболивающее, успокаивающее средство при ревматических и простудных болях, а также судорогах. Напоминаю о том, что перед применением любого лекарственного средства необходима консультация специалиста.